Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, после перерыва мы подошли к кишечнику. Давайте поговорим о том, что на сегодняшний день должна представлять из себя колоноскопия и к чему мы движемся. Продолжение следует... Мы все видим неуголный рост заболеваемости колоректальным раком. К большому сожалению, колоректальный рак на сегодняшний день выходит на первое место в мире вообще в общей структуре онкозаболеваемости. И что самое тревожное, он все чаще и чаще встречается у лиц до 50, а то и до 40 лет. То есть тех людей, которые выпадают из скрининговых групп, из групп наблюдения. И этой проблемой озабочены во всем мире. Я хочу вам показать последний документ, касающийся скрининга колоректального рака. Это рекомендации по скринингу колоректального рака Американской ассоциации гастроэнтестинальной эндоскопии. Первым автором вы видите профессора Дагласа Рекса. Это, ну, без преувеличения, ключевая фигура, наверное, вообще в разработке скрининговых программ. Именно Даглас Рекс изменил отношение колоноскопии как к методике профилактики рака. Именно его во многом усилиями достигнута возможность проведения скрининговых колоноскопий за счет страховых компаний. И разработаны первые программы по скринингу колоректального рака. Вы видите, что первой линией скрининга колоректального рака является колоноскопия, которая должна выполняться каждые 10 лет. И ежегодный фекальный иммунохимический тест, или фид-тест. Эти методы скрининга, они являются действительно ключевыми, базисными. К сожалению, в нашей стране не действует подобных программ пока что, но есть очень серьезные подвижки в этом направлении, и ведется активная работа, и мы ожидаем, что такие программы появятся в скором времени. Скрининг у лиц со средним риском должен начинаться с 50 лет. Но существуют лица, у которых есть факторы риска развития колоректального рака. Это может быть отягощенная наследственность, это может быть наличие каких-то крупных аденом, более одного сантиметра обнаруженных в кишке, множественных аденом. Есть определенный перечень факторов риска, которые формируют эту группу. Таким лицам скрининг начинает проводиться, начиная с 40 лет. Если у обычных людей он выполняется каждые 10 лет, выполняется колоноскопия, то у таких лиц она выполняется каждые 5 лет, и даже ранее, и даже чаще, если есть серьезные факторы риска, такие, как, к примеру, уже имеющийся колоректальный рак в анамнезе. Вы можете оценить эффективность скрининговых программ. Здесь представлен график заболеваемости колоректальным раком в Соединенных Штатах Америки. Эта страна является очень удобным примером для анализа эффективности скрининга, так как скрининговая программа там действует уже в течение 20, даже не 5, уже почти что 30 лет. Мы видим, что снижение заболеваемости колоректальным раком составляет, то есть снижено заболеваемость в 4 раза. Это очень серьезный эффект, который был достигнут этой программой скрининга. Но колоноскопия, к большому сожалению, это не идеальный метод обследования толстой кишки, и есть много подводных камней. И здесь нельзя не сказать об интервальных раках. Интервальные раки – это те раки, которые диагностируются у пациента в течение 3 лет после так называемой «cancer negative» колоноскопии. То есть колоноскопия, которая не выявила никаких раков, предраковых состояний. Рак диагностируется в течение 3 лет. И эта проблема достаточно серьезная. Встречаемость колоректальных интервальных раков составляет около 10%. О чем это говорит? Это говорит о том, что, к большому сожалению, при колоноскопии нередко пропускаются и ранние раки, и предраковые состояния. Причины таких пропусков, они различны. Это и технические возможности, и где-то недостаточная квалификация, и несоблюдение определенных критериев качества эндоскопических исследований толстой кишки. Какие же есть критерии качества колоноскопии? На сегодняшний день сформулированы несколько критериев качества колоноскопии. Во-первых, основным критерием является качественная подготовка кишки. В общем числе проведенных колоноскопий этот показатель должен быть не ниже 90%, потому что при отсутствии адекватной подготовки никакой колоноскопии быть не может. Обязательно должна быть описана степень качества очистки толстой кишки. Чаще всего применяется бостонская шкала. Она не является самой новой, но она наиболее популярная, удобная и продолжает удерживать лидирующие позиции среди эндоскопистов. Очень важен показатель уровня выявления аденома или аденома detection rate. Этот показатель определяет, какое количество аденом мы обнаруживаем у пациентов скрининговой группы, то есть лиц старше 50 лет и старше. Насколько будет уместно говорить о использовании этого показателя при отсутствии скрининговых программ, но это, наверное, такой дискутабельный вопрос. Частота достижения купола слепой кишки, она должна быть не ниже 90%. Это очень важный показатель. Колоноскопия при правильном выполнении эндоскопист практически всегда должен достигать слепой кишки. Ситуации, когда в протоколе указывается, что не хватило длины аппарата, они уже говорят о том, что, возможно, доктору следует пересмотреть технику проведения колоноскопии и использовать те правила, те методы, которые позволяют ее выполнять правильно и безопасно, эффективно для пациента. Время извлечения выведения колоноскопа должно составлять не менее 6 минут, потому что колоноскопия, она состоит из двух этапов. Первый этап — это путь к тонкой кишке, и второй этап — это путь обратно. И осмотр кишки происходит именно на втором этапе, когда мы выводим аппарат, когда мы забираем все жидкое содержимое из просвета кишки, когда мы раздуваем ее, заглядываем со складки, производим хромоскопию. Именно вот этот второй этап является диагностически важным для нас. Именно в этот этап мы производим осмотр. Честно говоря, я не знаю, как можно за 6 минут посмотреть. У меня, как правило, на это входит гораздо больше времени. И, конечно же, мы должны описывать все обнаруженные эндоскопические изменения с учетом действующих эндоскопических классификаций. Их достаточно много, и мы на них остановимся чуть позже. Итак, первый фактор — это очистка. При неадекватной подготовке недопустимо выполнение колоноскопии. К большому сожалению, нередко случаются ситуации, когда пациента с неадекватной подготовкой эндоскопист пишет, что аппарат введен в сигмовидную ободочную кишку, а дальнейший осмотр невозможен из-за наличия содержимого. И при этом выдает пациенту планк, протокол исследования, где в шапке написано «колоноскопия». И пациент с этим заключением идет в дальнейшем к гастроэнтерологу, который его направил, тот вклеивает такое заключение в карточку. Для сотрудников ОМС это значит, что колоноскопия была выполнена, потому что вот же протокол есть, колоноскопия сверху написана. То, что осмотр не был произведен, к сожалению, в эти подробности уже никто не углубляется. Колоноскопия не должна быть засчитана при неадекватном качестве. Она не должна осуществляться, какие-то попытки проведения даже аппарата вглубь, если, конечно, речь не идет о диагностике какой-то обструкции опухолевой, когда бывает, что подготовки хорошие, топиться трудно. Здесь представлена бостонская шкала. Я не буду на ней подробно останавливаться, она общедоступна, и вы можете ее в свободном доступе всегда изучить. Насколько влияет качество подготовки на показатели пропущенных аденом? Показатель пропущенных аденом — это очень важный показатель. Мы говорим не только о том, какое количество аденом мы выявили, мы говорим также о том, какое количество аденом мы потенциально могли пропустить. И было проведено исследование, которое показывает, что при хорошей и отличной подготовке эти показатели достаточно низкие. Посмотрите, какие эти показатели при плохой подготовке. Это говорит о том, что при плохой подготовке колоноскопия выполняться не должна. Как мы можем оценить качество очистки, когда к нам приходит пациент? Ну, в нашем центре мы выдаем вот такую таблицу. И мы спрашиваем, ну вот, как у вас получилось, что выходило сегодня, какого цвета? Приблизительно на четверочку, на пятерочку. И по вот этой шкале мы уже можем предположить, адекватно подготовился пациент к колоноскопии. Можем ли мы его посмотреть или нет? Ему требуются дополнительные мероприятия по очистке кишки. Также такой план мы выдаем пациентам, которые готовятся у нас в центре. Какими препаратами на сегодняшний день можно готовить кишку? Лидерами являются препараты полиэтиленгликоли. Так как они являются очень эффективными и наиболее безопасными. И для нас известны на сегодняшний день препараты полиэтиленгликоли 4 литров. Это препарат Фартранс. И препарат Мовипреп. Это препарат с сокращенным редуцированным объемом и с аскорбатным комплексом. Это оба препарата, которые обеспечивают прекрасную очистку кишки. Отличие между ними в том, что у Мовипрепа есть достаточно удобная утренняя схема подготовки. И мы ее часто применяем, когда пациент приезжает к нам готовиться на месте. Мы можем в течение буквально 4 часов полностью подготовить человека к колоноскопии. Но и также Мовипреп более легко пьется пациентам из-за того, что объем самого препарата меньше. Пациенты охотнее готовятся и чаще добивают раствор. Потому что не секрет, что нередко пациенты выливают часть раствора просто в ратвину. Но мы должны каждого пациента готовить индивидуально. И мы должны оценить. А может быть ему нужны какие-то дополнительные усилия для того, чтобы добиться качественной очистки. И для этого мы должны понимать, какие же существуют факторы риска плохой подготовки толстой кишки. Вы их видите. Это возраст 160 лет. Конечно же, это запоры. Причем, что такое запоры? Запоры – это не всегда жалобы на редкий стул, когда человек ходит в туалет раз в несколько дней. Это может быть просто очень плотный кал. Это может быть чувство неудовлетворенности после оборожнения кишки. Левосторонняя гимиколонектомия – это также фактор риска плохой подготовки. Как готовить таких пациентов? Им нужны действительно индивидуальные уже меры. Только сплит-режим. Подготовка накануне недопустима на сегодняшний день. Потому что между окончанием приема препарата и началом проведения клоноскопии должно пройти не меньше 3-4 часов. Это рекомендации ESG на сегодняшний день, которые в Европе, допустим, они обязательны к исполнению. Чем мы можем помочь таким пациентам? Мы можем увеличить количество дней диеты с низким содержанием клетчатки с 3 до 5 дней. Это нам позволяет рассчитывать на то, что за счет замедления кишечного транспорта, тем не менее, все содержимое, содержащее клетчатку, оно более вероятно, что покинет кишку. Обязательно питье воды. Многие люди просто не пьют воду или пьют ее очень мало. И, конечно же, у таких пациентов также стул будет очень плотным. Применяются дополнительные слабительные. Это может быть фарлакс или дюфалак с первого дня диеты. И обязательно накануне исследования, утром, две таблетки без закатила однократно. И прием дополнительного объема воды вместе со слабительным очищающим уже препаратом. Также слагаемым качественной эндоскопией является аппаратура. Без качественной современной аппаратуры трудно делать современную экспертную диагностику заболеваний толстой кишки. Но гораздо более важно использовать полный комплекс. Это наличие обязательно водостроенной помпы для отмывания кишки. И очень желательно использование углекислотного инсуфлятора. Для того, чтобы работать не с использованием воздуха, а с использованием углекислого газа. Использование углекислого газа позволяет проводить колоноскопию более комфортно для пациента. И повышает приверженность к этому исследованию. Осмотр всей поверхности кишки. Кишка должна быть осмотрена вся. Нельзя быстро выводить аппарат, не заглянув за складку. Мы должны адекватно убрать всю остаточную жидкость. Полностью раздуть просвет. Осмотреть восходящую прямую кишку в ретрофлексии. Осмотреть все пространства за складками. Мы можем для этого использовать дополнительный инструмент, введенный в канал эндоскопа. Мы можем использовать колпачки и другие приспособления. Вы можете посмотреть по данным этого исследования, насколько эффективна колоноскопия в плане защиты от развития рака. Это очень интересное исследование. Оно показывает, что наибольшие проблемы встречаются в правых отделах кишки. Именно там пропускается наибольшее количество патологических изменений. И они требуют дополнительного внимания. Вот этот показатель пропущенных аденом при колоноскопии, он нам позволяет действительно принимать серьезные решения по улучшению качества эндоскопии. Мы должны использовать все необходимые методы для повышения качества диагностики. Вы можете посмотреть, насколько эффективно использование метода стандартной колоноскопии и метода с осмотром за складками при колоноскопии. Показатель пропущенных аденом при использовании метода осмотра за складками, причем с разными вариантами, он гораздо ниже. То есть, вот, к примеру, в проксимальных отделах 21 против 51. Я приведу вам пример. Вот мы видим стандартную колоноскопию. Аппарат находится в слепой кишке. Мы только дошли до слепой кишки, мы не успели еще забрать всю жидкость. Мы аспирируем остаточное содержимое и разворачиваем аппарат в ветрофлексию. Это не постановочное видео. Мы просто записываем видео данные всех исследований, и вот это очень было показательно. Вот мы развернулись в восходящей ободочной кишке, забираем жидкость, и посмотрите, что под ней. А под ней образование, которое абсолютно не было видно при обычном ртоградном осмотре. И если бы мы не развернулись, мы бы его не увидели. Мы отмыли его. Оно достаточно небольшое. Но это образование является аденомой. Это не гиперпластический полип. И пропущенная такая аденома – это вероятная причина для интервального рака. Вот насколько важно разворачивать аппарат в ветрофлексию в восходящей ободочной кишке. Мы должны тщательно очищать слизистую оболочку от любого содержимого. Недопустимо, чтобы где-то оставались какие-то налёты слизи. Для этого мы можем использовать помпу, шприцы, любые способы. Какие существуют методы улучшения изображения? Это хромоскопия, осмотр в режиме узкого спектра света и осмотр с оптическим увеличением. Посмотрите. Это фотография, сделанная из одной и той же точки, одного и того же участка. В первом случае мы видим какой-то подозрительный, красноватый, слегка разрушающийся участок слизистой оболочки, слепой кишки. И когда мы ввели индикокармин, мы определяем, что это латерально стелющаяся опухоль с депрессией в центре. И после резекции этого участка единым блоком было обнаружено, что там есть фокусы аденокарциномы. Ну а резекция была проведена радикально, средств чистый. Соответственно, мы в данном случае человеку помогли, спасли ему жизнь. А если бы была плохая очистка? Если бы мы не применили метод хромоскопии? Если бы такое образование было бы пропущено? Нам обязательно необходимо время для качественного осмотра. Время выхода из слепой кишки должно составлять не меньше 6-8 минут. Детальный осмотр должен быть обязательно произведен за складками и между ними. Кишка должна быть раздута. Эти критерии сформированы группой, опять же, под руководством Дагласа Рекса. Мы должны использовать классификацию, мы должны все говорить на одном и том же языке. Потому что то заключение, которое мы даем пациенту, он с ним дальше идет уже к клиницисту. Это может быть гастроэнтеролог, это может быть хирург или онколог. И им должно быть тоже ясно, о чем мы им написали. Конечно же, они должны знать эти классификации. И когда мы обнаружили какое-то образование, возникает следующий вопрос. А как стадировать, если это, допустим, онкологические изменения? Для того, чтобы стадировать образование в кишке, мы должны понимать этапы его развития. И если изначально оно интроэпителиальное, то, допустим, уже на стадии СМ1, оно прорастает в собственную мышечную пластинку слизистой оболочки. И это пограничное для нас состояние, когда мы еще можем выполнить эндоскопическое удаление. Но при более глубоком прорастании, то есть более чем 500 нанометров, мы уже такое образование убирать не можем. И это ситуация, которая требует хирургического вмешательства. Поэтому нам очень важно сразу суметь определить глубину инвазии опухоли, для того, чтобы понять, можем или нет мы ее убрать. Наиболее часто применимая классификация – это классификация КУДО. Это старая достаточно классификация 1994 года. Но она имеет очень хорошую предсказательную ценность. Потому что по КУДО классификации мы можем очень четко определять, какой тип образования мы видим. Но, да, эта классификация действительно требует, как правило, оптического увеличения. Потому что вот эти все структуры, они, как правило, не видны без этого оптического увеличения. Для многих это сложно запомнить вот этот рельеф и понять, а как же в этом всем разобраться? Чем отличается одно от другого? На самом деле все очень просто. Посмотрите. Вот нормальная слизистая оболочка. Она есть везде. Вот где бы вы в кишке ни посмотрели, будет вот именно первый тип. И есть пятый тип. Это бесструктурный тип. Это самое важное, что есть в классификации КУДО. Есть нормальный микроэльев, есть бесструктурный. Беструктурный микроэльев – это рак. Соответственно, как правило, онкологические, такие вот состояния эндоскопические мы практически не убираем. Все, что между первым и пятым типом, мы можем удалять. И даже если мы удалим гиперпластический полип КУДО-2, будет что-то страшное. Да нет, ничего страшного не произойдет. Это современная классификация G-Net. G-Net классификация достаточно требовательна к используемой аппаратуре. Это должна быть обязательно аппаратура с оптическим увеличением и с режимом узкого спектра света. Она несколько проще, чем классификация КУДО в плане микрорельефа, но она собирает в себе также классификацию САНа, которая стадирует изменения капиллярного рельефа образования. И она обладает очень высокой предсказательной ценностью. По классификации G-Net мы можем определять инвазивный рак или это интеропиталиальная неоплазия с дисплазией высокой степени или с низкой степени, или это просто гиперпластические полипы. Давайте посмотрим на примеры. Вот здесь мы видим картинку, которая получена с аппарата с оптическим увеличением. Мы видим вот такое образование. Это образование плоско приподнятой формы. Это не полип на широком основании. Почему? Потому что его высота менее 2,5 мм. Он очень маленький, он вообще в диаметре около 2 мм. И мы очень хорошо видим устья кишечных криптов. Их форма соответствует второму типу ПАКУДО. Это гиперпластический полип. Такие образования мы либо должны сразу скусить с помощью щипцов, если это вообще возможно, если они входят в щипцы, либо убрать с помощью петли. Но если они имеют больший размер, то есть это плоские образования, их биопсировать нельзя. И я забегая вперед, скажу сразу, что плоские образования доброкачественного вида по эндоскопическим классификациям желательно не биопсировать. Такие образования лучше либо сразу убрать, либо направить пациента в какой-то экспертный центр, где ему выполнят удаление такого образования. Потому что после биопсии вы непременно повреждаете подслизистый слой и формируется фиброз в этом месте. И такие образования, если там что-то остаётся, их потом очень трудно удалять эндоскопически. Вы создадите этим проблемой и пациенту, и тем докторам, которые дальше будут его лечить. Второй А-тип. Чем отличается от просто второго А-типа? Здесь мы видим круглые или звёздчатые формы кишечной ямки, а здесь они резко расширены. Вот это так называемый второй А-тип уже не по Куду, а по Кимура. Такие образования, как правило, тоже имеют плоскую форму, плоско приподнятую, и также их лучше убирать сразу, либо в плановом порядке, но не биопсировать. Латерально стелющиеся образования. Вы видите его размер. Это по-прежнему плоское образование. Мы видим, что ямки имеют вытянутый, продолговатый вид. Это третий А-тип. Очень важно распознавать участки вероятной дисплазии. Вот здесь вы видите, что рельеф самого образования, он неоднородный. То есть краешек какого-то одного типа, а центр какого-то другого. Мы видим, что по краю ямки удлиненной формы. В центре они, наоборот, какие-то очень мелкие, и центр вдавлен. Вот любые образования плоские с вдавленным центром, это практически всегда образование с уже имеющейся дисплазией, как минимум низкой степени. Это образование оказалось тубулярной аденомой с дисплазией высокой степенью. Размеры его полтора миллиметра. Полтора миллиметра дисплазия высокой степени. Представьте, оно было бы не видно под какой-нибудь виноградной косточкой, или под комком слизи, или еще где-нибудь. К чему бы это могло привести? Мы такие образования либо должны убирать сразу, либо... Вот давайте подумаем, да? Полтора миллиметра. Представьте, что вот щипцами сняли бы три четверти, да? А четверть осталась. К чему бы это привело? Вот получили, допустим, ответ. Дисплазия высокой степени в кишке. Все, ответ грозный. Надо что-то делать. Пациента направляют, ну, на удаление, наверное, этого образования дальше. А доктор-эндоскопист что будет искать? Четверть миллиметра где-то в кишке? Он ничего не увидит, ничего не найдет. А у пациента серьезная достаточно ситуация. Поэтому такие образования, их возможно удалить щипцами, ну, удалите тогда в два приема. Но лучше, лучше их отправить в центр, где их удалят единым блоком. Здесь вы видите образование, это тубулярно-варсинчатая аденома, небольших очень размеров, с четвертым типом ямочного рисунка. Это мозговидные такие ямки. Если образование напоминает мозги, ну, значит, это четвертый тип, это тубулярно-варсинчатая аденома. Пятый тип. Здесь вы видите, что структура рельефа беспорядочная, хаотичная. Капилляры такие же. Так, здесь использовано оптическое увеличение, здесь использован режим узкого спектра. Такие образования являются уже, как правило, раком. И таких пациентов, как правило, мы вынуждены отправлять уже на хирургическое лечение. А вот такие образования мы можем удалять методом холодной петли. Это тот метод, который применим амбулаторным пациентам. Он имеет крайне низкие риски и кровотечений, и перфораций. Для этого единственное, что необходимо, это петля, инъектор одноразовый и клепатор. Клепатор по понятным причинам, если вдруг разовьется какое-то кровотечение, у вас нет электрохирургического блока, вы должны что-то сделать. Нельзя браться за какое-либо вмешательство, не имея возможности исправить те осложнения, которые могут возникнуть в ходе его выполнения. Нам не требуется для этого вообще какой-то коагулятор. Это выполняется очень быстро. Накинул петлю, определил, что образование полностью вошло в эту петлю, затянул, механически оттянул и срезал. Все. Вчера у меня был пациент, я ему удалил 25 таких образований в кишке, там, полипоз. Не нужно. А он маленький, зачем тут подкалывать? Жесткость петли удобнее работать монофиламентной петлей, но можно работать и другой. Тут важно, чтобы петля была небольшого диаметра. Если вы возьмете петлю 30-ку, вы не сможете ей нормально убрать такое образование, скорее всего. Единственный вариант, это если это петля комбинированной формы. 10-15 мм диаметр петли, и вы сможете такие образования убирать. Если оно больше, чем 10 мм, его уже так лучше не убирать. То есть это применимо к образованию размером до 10 мм. И результатом ваших всех стараний должен быть протокол. Протокол эндоскопического исследования. И любой доктор, который берет ее в руки, у него должно быть четкое понимание, что вы делали с пациентом и что получилось в результате всех ваших действий. Он должен содержать жалобы, диагноз при направлении, краткий анамнез, Цель исследования. Должны быть указаны критерии качества очистки кишки, уровень осмотра, куда вы зашли и что вы посмотрели. Должно быть указано время выведения эндоскопа из слепой кишки, время интубации слепой кишки. Если вы зашли в тонкую кишку, обязательно нужно указать, какие изменения вы там выявили или нет. Устье червеобразного отростка является на сегодняшний день доказательством того, что вы зашли таки в купол слепой кишки. На сегодняшний день в Соединенных Штатах, насколько мне известно, заключение скрининговой колоноскопии, в котором нет фотографии устья аппендикса, оно не засчитывается, оно считается невыполненным. В итоге какие есть условия? Ну, первое, это желание. Желание самое главное, без него все остальное не имеет смысла. Детальный осмотр с минимальной дистанцией фокусировки, если вы используете аппарат без оптического увеличения, вы можете подойти просто вплотную, впритык к слизистой, пока еще сохраняется резкость картинки. Знание определенных признаков, которые указывают на то, что при нами какое-то патологическое изменение. Если мы видим пристеночное скопление слизи, нам надо его смыть. Либо это просто слизь в просвете, либо это муценозная шапка, слизистая шапка, которая прикрывает ту же зубчатую аденову, является патогномичным признаком. Сосудистый рисунок подсказывает нам очень много. Есть образования, которые не отличаются абсолютно по цвету от окружающей слизистой. И они плоские, и они, на первый взгляд, могут быть не видны. Но мы видим, что сосудистый рисунок изменился. Он может быть неправильным, каким-то оборванным, прерванным. Красители. Индикокармин, уксус – это то, что доступно. Ну ладно, допустим, индикокармин, может быть, там есть какие-то сложности. Но уксус, он стоит 20 рублей бутылкой. Я думаю, что тут никаких сложностей нет для того, чтобы его приобрести. И в кишке его тоже можно применять. Используется полуторапроцентный раствор уксуса. Обязательно знание классификации. Знание классификации на сегодняшний день – это очень важно. Потому что тут можно провести аналогию с двумя людьми, которые смотрят на звездное небо. Один видит звездочки, а второй видит созвездие. И вот в этом будет разница. Соблюдение критериев качества эндоскопических исследований. Обязательно адекватная очистка. Обязательно удаление всей остаточной жидкости. Раздувание, осмотр. Достаточное время для этого осмотра. Недопустимо быстрое извлечение аппарата из кишки. Осмотр на входе также не проводится. Лаконичный структурированный протокол исследования. И я решил добавить еще такой фактор, как соблюдение условий обработки дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним. Мы все должны понимать, что... Мы знаем, что такая проблема в местах в некоторых есть. И доктора, которые направляют на эндоскопическое исследование пациентов к эндоскописту, они держат в уме то, что стоит ли назначать то или иное исследование, потому что эндоскопист может добавить проблем пациенту. Вот для того, чтобы эту ситуацию переломить, действительно необходимо привести в соответствие с современными требованиями обработку дезинфекции инструментов. Мы даже должны понимать, что эндоскопическая аппаратура, эндоскопические инструменты – это объекты повышенной инфекционной опасности для пациента. И они должны быть тщательнейшим образом обработаны и сохранены в таком виде. Спасибо вам за ваше внимание. Может быть, у кого-то возникли какие-то вопросы? Я постараюсь ответить. Собственно говоря, вопрос очень прост. Там, где вы говорили о том, что иногда при биопсии мы потом не можем найти это место, и этот полип, да, туда было взято. Я понимаю, что у них есть такие условия, как у вас. Можно просто предложить, чтобы, наверное, это можно как-то помечать, хотя бы той же китайской тушью и так далее. Если ты вдруг уже сделал то, что, наверное, не стоило, или по какому-то другому случаю, да, пометить, что вот там уже в экспертном центре или даже в обычной хиллуге банальной, когда пойдут на какую-то резекцию или что-то другое, мы не найдем этот участок. Для китайской туши нужны инъекторы. Как правило, инъекторы тоже мало. И тушь, да. Ну, вчера как-то можно отметку запоставить. При первых опытах ребята просто ставили клипсы, но она долго не держится. Я, кстати, скажу по поводу простой туши татуировочной. У меня был опыт. У меня не было специальной туши, которую реализует компания «Атмосарс». Но ко мне пришел пациент. У него был рак кишки плоско приподнятой формы. То есть это было не полиповидной формы образования, достаточно небольших размеров. И я понимал, что хирурги его не найдут. Мне нужно его как-то отметить. Он был инвазивный рак. Он уже не приподнимался при подколке. То есть лифтинга не было. Я использовал тушь, попросил знакомых татуировщиков. Они мне принесли эту тушь. Я ее подколол, сделал такую хорошую циркулярную кайму. И хирурги не нашли ничего. На следующий день, когда взяли пациента на операцию. Для меня это было достаточно удивительно. По всей видимости, тушь должна быть какой-то специальной. Хотя я ее не разводил. Потому что обычная тушь, она, ну, вероятно, она может как-то рассасываться из стенки кишки. Ну вот, не знаю, я в подсвязистый слой ее вводил. Тату, которую мы использовали, тоже был в вашем случае ранее, 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 но мы вводили. И хирурги решили, знаете, из практики, хирурги решили тоже пометить. Мы возьмем, чтобы сделать экономную резекцию. В результате подкололи этот тату, который сертифицированно продается официально, но не вызывает, пришли лапароскопический. Он говорит, смотри, что она творила. Черное бедно через все стенки, говорит, что делать. Ну, как-то сделали экономную резекцию, потому, видимо, как решили. Вот и все. Поэтому тату, и по поводу уксуса. Очень часто возникает конфликт в том плане, что уксус не сертифицирован как эндоскопический метод окраски. Он не разрешен в применении. Поэтому, конечно, можно. Вот у нас был такой конфликт. Когда мы покрасили пищевод, больной проснулся, после наркоза, когда что-то меня уксусом вводит. Мы говорим, ну, как вы понимаете, у нас был подозрительный участок. И, как бы, вот, пришлось воспользоваться дополнительным окрашиванием, чтобы убедиться, что у вас нет, там, положим, пищеводобара. Он говорит, а кто вам разрешил уксус у меня поливать? Вот пришлось как-то выворачивать за эту ситуацию. Хорошо дело не дошло до суда. Потому что, вот, все хорошо, что кишку... Ну, кишка попроще. И то есть, и человек, извините, выйдет, и у него произойдет акт, как это сказать, днидификации. Пухнет просто. И спросит, да, что случилось, почему от меня уксусом пахнет. И очень тяжело бывает некоторым больным, они просто подают жалобу. И ты потом идешь и отмываешься. Почему ты уксус в кишку полил? А вы мне точно не сожгли? А кто сказал, что это можно? А покажите мне, где написано. Почему? Мы же, причем уксус, вот мы говорим, самый легкий пошел в пятерочку, купил этот уксус, развел его до 1,5%. Ну и поливайся, и без чего ты толстый кишку. А последствия могут быть, вот чисто юридически, самые непредсказуемые. И вот мы сталкивались с этим проблемой. Хорошо, когда есть юридическая служба. Хорошо, когда ты можешь так грамотно себя оправдать. И самое главное, что пациент тебя услышал. Что ты, а, не навредил, б, что ты сделал ему во благо, ц, что ты не имеешь никаких последствий, и в, что он тебя вообще хочет услышать, а не потом с этого получить хорошие, денежные, премиальные. Может быть, тогда уже как-то станет вопрос о создании групповодства эндоскопии? Значит, в Суздале недавно, а именно 24-26 августа, проходил всероссийский съезд коллапрактологов с международным участием, и одна из секций была эндоскопическая. И главный врач-коллапрактолог Федеральной Департамента здравоохранения Москвы Шалыгин Юрий Анатольевич, он поставил перед эндоскопистами, а в частности перед Институтом коллапрактологии Миниржих, задачу А, это внести и юридически закрепить клиника методические рекомендации по проведению диагностической и лечебной колоноскопии. Второе. С учетом программы, поставленной президентом Российской Федерации и, естественно, утвержденной нашим правительством за подписью Вероники Горьевны Скворцовой, в России будет введена скрининговая программа колоректального рака, которую должен разработать Институт коллапрактологии имени Рыжих. Поэтому, услышав все вот это, очень долго, наверное, часа четыре, наши гуру по эндоскопии небезызвестные вам Виктор Владимирович Веселов, Сергей Владимирович Кашин, Андрей Михайлович Нечапай, Евгений Дмитриевич Федоров все принимали активное участие в дискуссиях именно по вопросам диагностики скрининговой программы, диагностики рака в условиях скрининговой программы. Почему? Потому что встал вопрос, кто должен в первую очередь заниматься больными, которые будут участвовать в скрининговой программе. Ну, скажем так, сначала определить возраст. Вот, международная рекомендация, 50 лет. А ведь даже самые коллапрактологи говорили, что скрининговую программу надо начинать раньше, 40 лет, а не 50. Сколько у нас случаев раков в молодом возрасте? У людей, я понимаю, страдающие язвенной болезнью, болезнь, все понятно, но есть и семейные раки, диффузные полипозы, которые раны перепрождаются. Вот, поэтому первый возраст. Второй, кто должен начинать скрининг? Куда идет больной? Больной идет в поликлинику, на участок. Вопрос, что делать на участке, если там фиброскоп? Там нет аппаратов HD. Что делать с больным? Прежде всего, вот правильно Алексей Александрович на слайде показал, иметь желание что-нибудь найти. И не надо, холодная биопсия это хорошо, вот холодная петля, холодная биопсия это одно и то же. Но не у всех есть, во-первых, холодная петля и холодная биопсия, первое. Второе, вы не знаете, человек, который в поликлинику, тоже в программе с клиникой, просто, может быть, извините, я не в свое дело влезла, просто в Суздале это было настолько актуально. Он пришел в поликлинику, что у него в анализах? В лучшем случае общий анализ крови, в лучшем случае ЭКГ. Вряд ли кто-то придет со смертывающей системой крови, вряд ли кто-нибудь там начнет рассказывать, что у него где-то в детстве гемофилии, тромбоцитопени или еще что-то было выявлено. Поэтому удалить метром холодной биопсии вот эти образования, новое образование, плоские аденомы, если это аденомы, они там часто бывают, это гиперпластический полип, опять локализация зависит, сколько их, как, очень много особенностей. Хорошо, но не каждый возьмется в поликлинике это делать. Поэтому вопрос, нужно ли в поликлинике что-то делать. Поэтому вот сейчас, по крайней мере у нас в Москве, на уровне департаментного хранения проходит такое вот исследование, которое мы хотим как бы внести это в один из критериев создания клиник-методических рекомендаций по этапированию больных в скрининговой программе. Естественно, что в первую очередь любой человек придет в свою поликлинику родную, где он там зарегистрировал, хорошо идет в коммерческий центр, у него есть деньги, он пошел в коммерческий центр или у него ДМС. Он выбрал центр, пошел в экспертный центр, у него там все посмотрели, все удалили, все хорошо. Вот таких больных становится все меньше и меньше, потому что вы все знаете почему. Поэтому мы говорим, основываясь на том, что у людей первый шаг – это моя поликлиника. Я пришел, там фиброскоп, фиброколоноскоп. Ну и что? Ну и что? Пусть будет фиброколоноскоп. Но я не знаю, как в Крыму, честно скажу, в Москве в поликлинике существует программа ЕМИАС, Единая медицинская информационно-статистическая система, где на каждой поликлинике, в каждой поликлинике, на каждое исследование есть время специально отведенное для проведения того или иного исследования. Там на гастроскопии 15 минут, на колоноскопии 40-45 минут, он брокоскопии в поликлиниках не делает. Вот, поэтому за эти 45 минут вот так можно захотеть что-нибудь найти. 45 минут включает обработку. То есть 20 минут, грубо говоря, колоноскопии, 15-20 минут, и 25 минут у нас там, не знаю, у кого сек, у сек, у кого машина, аппарат моется. Это при условии, что у нас один колоноскоп. Конечно, эти два колоноскопа – это время в два раза меньше. Я имею в виду на обработку, соответственно, пропускать на них можно больше. Поэтому мы хотим на уровне, так сказать, одного из пунктов клиника методических рекомендаций для выявления колоректальных раков, скрининга колоректальных раков, объяснить, что в поликлиниках амбулаторный прием не обязательно стремится ударить, взять щипцовую биопсию, сказать, вот я замечательный, я вот нашел рак, вот я такой молодец. Если рак уже есть, ну хорошо, тогда бери, подтверждай, мы ничего не теряем. Больной только от этого выигрывает, сокращается время. Но если вот это рак ин ситу или там фокус называется молегнизитом на ДН-карцинома, тогда не надо стремиться ничего брать. Пусть из поликлиники человек идет в экспертный центр, там его и удалят. Это будет тотальная биопсия, то есть методом петли или методом горячей биопсии. Но это неправильно, это не совсем грамотно, это не пользуется, но иногда приходится такие вещи тоже делать. Или в конце концов, вы отойдите в руки хирургу. Поэтому к вопросу начали за уксус и закончили большими материями. Поэтому мы хотим, вот как сказать, мы хотим это громко сказать, но по крайней мере достучаться для тех, кто определяет законы, что дайте возможность не только красить то, что денег стоит больших, а уксусом. Причем мы же не Америку открываем, что вот уксус, вот молодец такой, Роман Олегович выступил, сказал, что я покрасил уксусом пищевод-бар от СБС. Нет, как именно диагностика. Поэтому дайте возможность нам использовать то, что дешево, сердито и надежно. Вот, собственно говоря. Спасибо большое, Юрина Юрьевна. Алексей, у нас еще один вопрос. Да. Боход с вам тоже. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вчера делали колоноскопию и удалили метром холодной петли. Сколько? 25 полипов? 24 холодной и один полип. 24, ну 24 там, даже 23. А как вы их потом извлекали или извлекали? И потом как маркировали? Я, я это измекал, отсасывал через канал. То есть они были достаточно мелкие, да? И каждый полип там под своим номером. Ну, канал 3,7, даже образование, которое там до сантиметра, оно просасывается. То есть вы все извлекаете? Да. Ну, не в ловушку, мы берем маркировать, да, так с ней удобно. А как вы считаете, насколько нужно проводить осмотры подвздошной кишки? Поскольку мне не всегда возможно, что тяжело зайти. Дискутабельный вопрос. Я задал этот же вопрос профессору Александру Репичи и Хасану Чузару. Это одни из хедлайнеров проекта КВАКОЛ. Они сказали, что тонкую кишку вообще заходить не надо, если это колоноскопия скрининговая. Но я при этом захожу туда всегда, и нередко я обнаруживаю там изменения. Поэтому, скажем так, законодательством это не рекламентировано, вам никто это не запрещает. Если у вас есть возможность, желание, то я думаю, что ничего плохого не будет, если вы туда заглянете. У меня тоже вопрос. У меня вопрос по поводу БРСИ. Как говорится, мы имеем в работе с студентом Айлоновым. Микрофон перед руководом. И, соответственно, с вископомник тоже ограничен. И, допустим, для того, что если вам обнаружено какие-то коллеги базовые обозрания, мы должны обязательно сделать депсилу. Потому что, как я могу липу дальше, неправильно, пусть у нас ничего плохого. У меня остыка, у меня есть 30 секунд. Не все могут поехать. Да, 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 да. Мы туда не поедем. Мы поедем в Микрофониспас. По-моему, Микрофониспас, мы переслушаем. В каждой депрессе, вот этот пузырарный. В этом случае это действительно сложный вопрос. Этот вопрос, кстати, не только в Крыму. Я уверен, что этот вопрос стоит везде. И с одной стороны мы должны все верифицировать. А с другой стороны мы, если будем просто слепо следовать тем рекомендациям, опять же, которые нигде не прописаны, на самом деле, делая по-черному, мы можем вредить пациентам. Для меня, на мой взгляд, интересы пациенты, они выше каких-то личных амбиций и всего остального. Я точно так же направляю, работая в частном центре пациентов, в государственные учреждения, на материи, в Москву, в Санкт-Петербург, потому что я знаю, что здесь, в Крыму, нет пока технических возможностей, мы их отправляем туда. Важно объяснить, почему это нужно сделать. Если потратить какое-то время на беседу с пациентом, разъяснить и растолковать его необходимость визита к специалисту в центр более высокого уровня, ну, значит, так нужно сделать. Круговый высокий уровень направляет на сайт, пишет, взятые аксиды на месте. Что делать дальше? На самом деле проблема, которую вы озвучиваете, она является очень актуальной на сегодняшний день в России в целом, потому что слишком полярность экономической оснащенности, скажем, крупных городов, и даже возьмем такую среднюю полосу России, там, Воронежская область, Ивановская область, где есть единичные экспертные центры, и в основном там положим ЦРВ или какая-нибудь поликлиника, там, в 10 километрах окружающего поля. Как пытаемся на уровне Москвы, скажем, Московской области, решить эту проблему? То есть нужно узаконить вопрос маршрутилизации больных из тех мест, где нет технической возможности выполнить современный метод диагностики и лечения. И чтобы этот больной не ушел на деревню бабушки и там умер от того, чтобы доктор его, так сказать, послал не туда, а туда вернули обратно, а чтобы страховая компания вынуждена была, основываясь на этот закон, контролировать этого больного, чтобы он не потерялся. Смысл в чем? Вот методические клиники, методические рекомендации, которые велено Вероникой Георгиевской-Кварцовой, сейчас узаконить. Они еще не созданы, потому что очень много дискуссий, а мы 4 часа субъекты наши специалисты по этому поводу совещались. Как только они будут приняты, следующий этап, это будет вопрос маршрутилизации. Как только этот вопрос маршрутилизации будет в законе, никуда страховая компания не денется, потому что основываясь на законе, если он будет принят, как у нас сейчас в эндоскопии, приняли закон, да, но 974Н, который пошел взамен 222, который оказался как у этого слова? Нерегитимым. В результате, что мы видим в этом законе? Вот все, кто работает. Не то, что каша. Все отдается на усмотрение администрации учреждения. И получается, у нас нет сейчас ни временного фактора, сколько как в 222-ом приказе, ни штатового расписания как такового, потому что нет временного фактора. То есть получается, что как решит администрация, так эндоскопическое отделение или эндоскопический кабинет данного медицинского учреждения будет работать. Поэтому, чтобы не получилось вот так, как мы поступили сейчас с нами, хотя Михаил Павлович Королев в Суздале сказал, что все равно мы будем добиваться того, чтобы от 200, вот этот 964Н приказ стал таким же, как 222, чтобы каждое приложение имело конкретную цифру, а не было там потребование, потребование, усмотрение. Но это дело в будущем, но тем не менее. Поэтому все методические вот эти рекомендации, которые сейчас хотят создать для нас, чтобы нам было легче работать, они подразумевают, повторюсь, маршрутилизацию и ответственность страховой компании за то, чтобы этот больной дошел до того центра, куда вы его пошлете.